Я в прошлый раз наговорил разных слов и почти ничего не показывал. В этот раз я решу сделать наоборот, показать как можно больше. Правда, слов, конечно, наговорю тоже. Собственно, что у нас было в прошлый раз? В прошлый раз у нас была процедура загрузки. Мы рассматривали загрузку, так, показательную, классическую, которая такая многоступенчатая. Сначала у нас работает... Как это правильно сказать? Сначала у нас работает программа в ПЗУ. Ну, причем, как правильно заметил один из специалистов, которые связаны с нашим сообществом, до этого еще есть на самом деле процессор, который должен знать, из какого места в программу это загружать. Не просто так. Потому что он не сама собой заводится, эта программа. Так называемый ресет-вектор должен быть проставлен. Потом, значит, есть программа в ПЗУ, называется Bootroom, она же фирмварь. Потом есть программа, которая загружается в загружаемое устройство, она называется Bootblock. Называется она Bootblock, потому что она маленькая. Вот, мало ли сколько можно загрузить. Зато она умеет загрузить большую программу, она же загрузчик. Этот загрузчик там каким-то образом грузит наш Linux. Потом мы, кажется, все-таки посмотрели, как устроена последовательность загрузки для Linux. Она отличается от... Описанную тем, что вот этот вторичный загрузчик, по идее, это слишком сложная штука. Вот. И писать ее Linux-овидам лень. Вместо этого они написали довольно маленький загрузчик, вся задача которого загрузить в память ядро и специальный кусок, который будет работать файловой системой в памяти. А вот в этой файловой системе в памяти и будет, собственно, часть программ, которые выполняют функции вторичного загрузчика. Но это уже будут программы под Linux. Вот. Это и называется стартовый виртуальный диск Linux-RT. Вот. А дальше уже все происходит как надо. Эти программы, которые лежат в стартовом виртуальном диске, подгружают нужные модули, запускают какие-то программы. Может быть, в фирмварь куда-то прописывают в какие-то внешние устройства, если это надо. После чего задача стартового виртуального диска – найти корневую файловую систему, на которой лежит настоящий Linux. Корневая файловая система меняется на нее. Про файловую систему в памяти просто забывают. И на этом все. Вот. В этой процедуре загрузки, в случае особенно бемсовместимых компьютеров, есть некая неприятность. Она связана с огромным количеством легоси и неудобств традиционной схемы, так, как она реализована в аппаратуре. Вот. И вот, значит, производители железа внезапно решили поменять эту схему на другую. Из всех имеющихся была выбрана не самая, скажем так, простая, но достаточно функциональная. Она называется EFI. Вот про нее я рассказал, кажется, очень мало. А сегодня я хочу даже показать. Значит, как выглядит, давайте на примеры эмулятора, как выглядит процедура загрузки обычного BIOS. Через обычный BIOS мы в прошлый раз это даже смотрели. Примерно вот так это будет выглядеть. Мы, значит, вот, значит, что там произошло, давайте еще разок. Там будет видно вначале загрузка первичного загрузчика с этого CD-ROM, а потом загрузится вторичный загрузчик, предложит нам меню. Вот это был первичный, там несколько строчек, а вот это вторичный загрузчик, который говорит, что вы хотите загрузить. Можно загрузить Linux, можно загрузить всякий. Можно загрузить вместо Linux, скажем, тест памяти или программу HV-Info. Мы в прошлый раз ее загружали как раз. Вот это вот вторичный загрузчик. Его задача, собственно, загрузить операционную систему, ну или что мы под ней подразумеваем. Кстати сказать, он умеет также, видите, две последних. Он умеет также по цепочке загружать другой загрузчик с других внешних устройств. И пускай этот другой загрузчик, пускай у него голова болит. Таким образом, например, загружается Windows. Потому что мы не можем требовать от загрузчика способности загружать любые ядра любых операционных систем. Это через чего. Но, скажем, у Windows есть свой собственный загрузчик, бутлодзер. Вот его можно загрузить, а он уже загрузит в Windows-овое ядро, и дальше всем будет хорошо. Вот. Давайте теперь подсунем ему вместо обычного BIOS-а то, что называется EFI, вот таким вот образом. Вот это я потом расскажу, что такое. И в качестве образа для загрузки подсунем ему все то же CD-ROM. Что при этом должно произойти? Код в ПЗУ, который, собственно, фирмварь, который вместо BIOS-а. Да, кстати, одно из забавных свойств Legacy-Bios-а, почему это Legacy- такое просто умопомощительное, состоит в том, что процессор в момент загрузки BIOS-а и начальной загрузки работает в 16-разрядном режиме. Вот, как DOS. Вот. И пользоваться какими-то 16-разрядными, значит, функциями. Ну, в общем, это, конечно, ну... Из прошлого тысячелетия, привет. Вот. Соответственно, я, кстати, подозреваю, что выбор EFI в качестве такого, ну, скажем так, популярности EFI в качестве загрузчика в немалой степени диктовалось тем, что у них, как бы, такой баланс между Legacy и новым. С одной стороны, аппаратная платформа новая, то есть там EFI работает в режиме супервизора, там можно иметь доступ ко всем устройствам по-человечески, там даже можно как-то по-хитрому, значит, вот эти драйверы писать унифицированные. А с другой стороны, как мы сейчас увидим, и в EFI полно Legacy, и, например, файлосистемы там используются FAT32, как Windows 95. Вот. Нет. 97. Ну вот, значит, да, так вот, что сейчас будет происходить. Сейчас на вот этом устройстве, на жестком, на сюдюке обнаружится EFI-раздел. В этом EFI-разделе будут какие-то дополнительные программы, мы их сейчас увидим. И вся картина будет выглядеть примерно так. Вот у нас загружается, загружается код EFI, самого загрузчика EFI. Вот он попытался загрузить какой-то загрузчик по умолчанию, загрузчик по умолчанию нет, но он поискал на имеющихся устройствах, сам EFI поискал на имеющихся устройствах, среди имеющихся устройств поискал те, с которых можно что-то загрузить по стандарту EFI, нашел загрузчик нашего дистрибутива, это, по-моему, стартер резкий, то есть это даже не совсем дистрибутив, это такая сборка. Вот. А еще нашел возможность загрузить что-нибудь еще с этого самого... Да. Тут двойная бухгалтерия. Этот диск предназначен для загрузки и с машины на компьютер, где EFI есть, и на компьютер, где их нет. Вот. И фактически, когда мы грузили старое, загрузчик, по-моему, был SysLinux. SysLinux он называется. Вот. Там просто формируется такой, ну, флопик, вот, в котором есть бинарники, прям, ну, образ флопика. На нем есть бинарники и всякие у вас... или даже не на нем, не помню. Не помню. Ну, это можно посмотреть, кстати. Можно посмотреть. Вот он, загрузчик. Обратите внимание, я просто разархивировал ISO-шник архиватором CMZip. Вот. При всех странностях хороший архиватор, годный. И упаковщик очень неплохой. Значит, вот это нам показали, я так думаю. А, нет, C32 это бинарник. CFG, вот это нам показали, да. Мы даже можем разархировать, дать посмотрим. Что уж, раз уж пошла такая пьянка, обещал сегодня все показать, да. Ау. Там, по-моему, сейчас будет вот этот образ, этот образ нашего резкого дистрибутива, он достаточно большой. Ну, впрочем, он уже практически закончился. Главное, чтобы в TMP хватило места. О, все. Так. Эх, к сожалению, прямо сюда я его распаковал, ну и ладно. Значит, вот смотрите, что у нас было на этом диске. На этом диске был каталог BOOT, вот такой. Где лежат... Это, по-моему, как раз E-фишный, да? А, нет, это, это Eltorita. Это каталог, в котором лежат, собственно, образы, притворяющиеся дискетами. Давайте посмотрим, какой он у меня размер. О, нет, соврал. Соврал. Не знаю, что это такое, честно. Давайте посмотрим. Вы спросили, я туда и не глядел раньше. А-а-а. Таки да, таки да. Это, значит, какой-то загрузочный диск. Вот. Видите? DOSFS. То есть там какая-то файлосистема. Можно попробовать его посмотреть. Я, конечно, понимаю, что я, ну... Нет, он там GZIP какой-то. Ну, короче, бог с ним. Вот. Это, короче, этот каталог связан с последовательностью загрузки, специфично для загрузки CDK. Потому что CDK просто так загрузиться нельзя. С него загрузается что-то, что изображает образ диска. Этот образ диска где-то располагается. BIOS должен это понимать. Ну, в общем, там какая-то адовая смесь. Не очень интересно. Вот. Я сейчас про другое. Значит, вот в этом каталоге лежит загрузчик SES Linux, который, собственно, нам и предлагал в начальном варианте вот это вот меню. Где она тут? ISO Linux KFG. Вот она. Вот, видите. RISC CD, да, Sessions, какой-то не знаю что, Hardware Info, Memory Test. Помните, да? Это вот та самая менюшка. Вот. Все остальное, все остальное это бинарники для этого, этой загрузки. Вот MemTest, который нам предлагал. Вот это HV... HV-Info я тут не вижу, кстати. А что написано? Как Hardware Info? А, HDT. Вот HDT пресловутый. Hardware Info. Да? Вот, видите, прямо в менюшке было написано. Вот. Вот сам загрузчик SES Linux. Вот. Вот это красивая картинка для него, GFX Boot. Вот это модуль, который это меню позволяет рисовать в графическом окружении. Она нам, по-моему, текстовый рисовала, потому что, видимо, не применился этот меню C32. Вот это место, связанное с... Не помню, чем. А вот в каталоге Alt0 лежит ядро. Нет, ядро. И нитрд. Ядро и стартовый диск, потребный для загрузки Linux с... Сидюка со всеми пирогами. Довольно большой нитрд, в отличие от того, который обычно бывает. То есть там кусочек системы и даже, по-моему, инсталлятор. Врать не буду, не помню. Смотреть не будем, ладно? Вот. А что касается EFI, то EFI находится в совсем другом месте. EFI находится вот здесь. Вот. И там куча всего. Вот, смотрите. В EFI Boot лежат программы под EFI. Собственно, вот это само... Сам загрузчик. Это Linux Loader. Зачем тут два, я не знаю. Видимо, на всякий случай. Вот. Мок-менеджер – это штука для работы с ключами. Вы можете прямо при загрузке предоставить свои ключи, которыми вы подписываете ядр там и все остальное, чтобы у вас была доверенная загрузка. Вот. Вот это ядро. Вот это и нитрд. И это настройки их. Ну, я не знаю, что там написано. Можно посмотреть. Boot. грузить. Этот Refine даже не умеет грузить Linux. Зачем ему? Пускай грузит либо Елило, либо вот этот групп X32, X64, ну что-нибудь такое. Вот, Елило. Видите, что написано? Загрузить, пожалуйста. Вот эту картинку с предложением загрузить вот это мы увидим, когда сейчас загрузимся через Ефи. А вот эту картинку с предложением загрузить вот это мы увидим, когда сейчас загрузится через Ефи рядом с ней, их там будет две. В идеале Ефи смотрит все устройства, на которых такая загрузка есть, и всю менюшку это показывает. Как я уже говорил в прошлый раз, Ефи выгодно отличается от предыдущих стандартов тем, что он в нем всего до хрена напихан. Например, в нем есть целое видео свое. То есть вы можете рассчитывать на то, что любая машина с поддержкой Ефи будет иметь графический интерфейс для рисования иконок, мышку, кажется. Ну, в общем... Не знаю, зачем все это нужно, но для красоты. Blackjack. И что там полагается к Blackjack? Вот. Давайте мы это удалим, потому что он им место занимает. Ну, в общем, идея... А, или можно удалить только сам образ. Мне хочется, конечно... Это совсем немного... Файл резкий... Скваши фраз. Значит, чтобы закрыть эту тему, хотя она такая немножко маргинальная, вот эта резкая, это и есть образ со всей файловой системой, которая будет подмонтирована при загрузке Linux. Для того, чтобы ее хорошенько упаковать, ее обработали штукой под названием SquashFS. Это такой способ упаковывать файловую систему, зная, что она файловая система. Что там встречаются, скажем, одинаковые куски файлов, вот. Что там встречаются пустые места, которые упаковывать не надо, ну и так дальше. Вот. Упаковщик сам, SquashFS, работает довольно долго. Он, значит, жует, ее жует, жует, там чего-то. А распаковщик работает достаточно быстро. Вот. Идея именно в этом. Вот. Так вот, этот SquashFS монтируется в качестве корневого каталога, когда мы грузимся с Сидюка. Вот. И у нас загружается самый обычный Linux полноценный. Такие вот дела. Давайте я его удалю, потому что все равно распакованные все. Вот что такое медиачек, я не знаю. А медиачек, я думаю, это второй образ, который вот эту волшебную хрень рисует. Вот. Ну ладно. Давайте я его удалю, потому что он большой, а все остальные маленькие. Остальные нам не мешают. Да. И давайте мы все-таки вернемся вот к этой загрузке. Где она тут была? Вот к этой. Вот. В течение которой у нас загрузится вот этот самый каталог Ефи, в котором мы сейчас побывали, и мы побываем в нем. Значит, первым делом вот у нас загрузилась сама фирмварь Ефишная. Вот. Вот у нас загрузилась с него вот эта вот менюшка. Как я обещал, вот это пункт, связанный с Linux, а это пункт, связанный с, собственно, Ефи 64. Вот. А тут есть всякие подпункты. И в частности мы можем взять вот этот вот мемтест. Видите? Он прям пишет, что загружать будет. Вот. Вот. Это работа с ключами. Вот. Тут же программная перезагрузка в нечто напоминающее BIOS. То есть вы можете программно сказать, компьютер в следующий раз при загрузке загрузим, пожалуйста, сетапс. Вот. А вот это Ефишел. Значит, не знаю, говорил я или нет, но загрузчики Ефи, это такая операционная система, на самом деле, такая. Вот. Вот. Она поддерживает выполнение бинарников. То есть вы можете программы положить туда разные. Вот. Эти бинарники, внимание, такое Legacy. Это Windows Executable, PE. Почему, не знаю. Не могли ничего более умного найти. Вот. Как я уже говорил, сам раздел должен быть типа FAT32. Вот. Поддерживается какое-то количество команд. Довольно много. Вот. В количестве. Что-то не того цвета. У меня они беленькие, а здесь синенькие. А, это Ефиндовский. Ну, это тот, который шел с образом сидюком. А, да, точно. Это же не тот шел. Это тот шел, который на сидюке лежит. Мы же загрузились-то. Вот смотрите. Там, map, да? Вот у нас устройства, которые видны. У нас видно два блочных устройства. Одно из них CD-ROM. Вот. Да. И вообще протокол работы примерно такой, как в ДОСовской командной строке. Я думаю, никто из здесь присутствующих уже не знает, кроме меня, как это делается. Нет, некоторые, может быть, знают. Но я надеюсь, все забыли уже. Во-первых, надо сказать имя устройства. Тогда мы можем сказать DIR. И нам покажется. О, вот это Ефишел, который сейчас запущен. Вот этот вот. Да? Там есть каталог Ефи. Узнаете? Ну, допустим, BUD. Да-да-да, то, что я распаковывал. Это, собственно, оно же просто. Мы вот сейчас загрузились в Судяка, вошли в Ефишел и разглядываем всю эту ерунду. Вон. Вон они все, которые мы видели. Что там еще есть? Какой-нибудь tools. Это единственный tools, это просто бинарник для Ефи, специальный для Ефи написанный, который называется MemeTest86. Это совсем не тот мемтест. Это именно для Ефи написанный мемтест. Это такое приложение для Ефи, которое тестирует память. Мы сейчас его запустим ради прикола. Что еще там есть? Что? Так кто его знает? Тестирует. О, сертификат, смотрите. Наш дистрибутив подписан сертификатом, и вот этот ключик означает, что этот образ можно загружать в режим доверительной загрузки. Вот. Ну, что-нибудь такое. Какие тут еще есть? Что тут еще есть? Tools. Вот. На самом деле, на этой машине есть еще один раздел Ефи. Он называется FAS0. Вот. В ней есть заранее подготовленная приложенька, написанная на C. Вот. Ее можно запустить. А, она уже и так, да? Hilo. Вот эта. Вот. Значит, сейчас покажу вам ее исходник, и на этом мы закончим эту тему. Да. А я обещал запустить этот самый FAS1. FAS1. Что там? Boot. Нет. Ефи. Tools. И там. Да, блин, она в конце, что ли? Мемтест Ефи. Вот. Вот она загруж... Запустил приложеньку, написанную для Ефи. Ну, довольно медленно работает. О-о-о. Мышь. Вы видите, мышь. Она, правда, не работает, потому что она хочет какую-то специальную мышь, но тем не менее. А, она еще не запустилась. Ну вот. Она, возможно, работала бы. Просто, ну, не все мыши поддерживаются. Ну вот. Вот вам, пожалуйста. Значит, можно было и Linux запустить, я думаю, наверное. Ну, мне кажется, все понятно. Дайте я выскочу из этого. Вот. Да, так вот, маленький секрет. Эмулятор, который называется QEMU, это такой уже, не имеющий прямого отношения к нашему общему курсу. Эмулятор, который называется QEMU, он... Я с удивлением, готовясь к этой лекции, узнал вот такой штуки. Вы можете сказать так, мне лень класть образ диска. Давайте так. Вот у тебя есть каталог, он называется HelloWord. В этом каталоге файлы. А твоя виртуальная машина пускай думает, что это устройство, расформатированное уже под FAT32. Куему умеет отдавать каталог как устройство, просто на котором заранее, которое заранее отформатировано под файл системы FAT32. То есть вы кладете туда файлы, вон, вот они. А вон их, вот. Делать из них FAT32. Да, да, это очень круто, я посчитаю. Почему вы? Microsoft AVI. А, да. Microsoft AVI. Есть специальная СДК, которая позволяет, сравнительно несложно такие программы делать. Собственно, вот. Давайте. Все, все, у меня надо заканчивать, а то я никогда не расскажу про все, про что хотел. А, слушайте, давайте мы другой, мы сейчас, это, другой, другой Ефишел запустим. Вот это уберем. Мы у нас, вот тот Ефишел, который едет, который запускался с СДК, а теперь у нас его нету. Вот. У нас есть Ефишел, который есть прямо в этом самом, в фирмваре забитый туда. Вот он. Ну вот. Он другой. Ну, как бы. Вендоры разные. Это великая фича, которую, особенно Microsoft, очень любит. Мы придумали стандарт, а вы сами реализуете как-нибудь. Не реализуете, ваша проблема работать не будет. Вот у нас есть операционная система Windows, а вы сами пишите драйверы. Не напишите, ваши проблемы. У нас есть Ефи, а вы сами пишите реализацию. Вот. Поскольку пишут ее производители железа, а если они ее не напишут, работать не будет ничего. Да, ну, то есть тут как бы это... Добрым словом и пистолетом можно достичь гораздо большего, чем каждым из этих аргументов в отдельности. Ну вот. Так вот, смотрите. Вот как видится у нас этот диск, как блочное устройство. Вот он. А там есть какой-нибудь... Я помню, там был какой-то... Какой-то... Чего-чего-чего? Минус V. Кстати, тут ShiftPayJab должен работать. Во. Hard Disk, говорит. Не, мне бы, конечно, были интересны его параметры, этого Hard Disk. Ну, видимо, не так. Ну, ладно, бог с ним. Короче говоря, он его видит как блочное устройство определенного размера, какого-то странного. А, вот. Вот. Смотрите. 1024 цилиндра, 16 галок, 63 сектора на этом диске. Который, на самом деле, есть каталог. Ну, хорошо. Зачем я это все снова запустил? Я хочу запустить этот Hello World. Он теперь будет писать вот так. Потому что я только что его при вас исправил. Все. 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 С этой темой мы съехали. Короче говоря, точно так же запускается линуксовый загрузчик. Линуксовый загрузчик грузит ядро in InterD. И InterD подгружает нужные драйверы. Находит нормальный корень. Где бы он ни был. И оттуда все запускается. Вот вам последний загрузок. Что происходит дальше? Дальше происходит загрузка ядра. Ядро загружает какие-то процессы. Какие-то выполняет команды. Какие-то процессы загружает. И в конце концов система должна выйти в штатный режим. Проблема с этим выходом в штатный режим. Мы вчера, в прошлый раз пытались обсудить. Евгений Сыромятников пришел, накидал очень полезных ссылок. По поводу того, как именно эти проблемы решаются в классическом варианте. Когда у нас, грубо говоря, управление операционной системой децентрализовано. То есть, смотрите, у нас есть система из Shell-сценариев, каждый из которых оборачивает какой-нибудь сервис для того, чтобы запускать эти сервисы. У нас есть отдельный инструмент по управлению, допустим, сетевыми сервисами, которые запускаются при подключении. У нас есть отдельный инструмент по, скажем, монтированию файл-систем, который нужно как-то синхронизовать с тем фактом, что если файл-система сетевая, то было бы неплохо пытаться ее монтировать после того, как настроена сеть, а не до. У нас есть отдельный инструмент для, допустим, проверки, в порядке ли все нужные для системы каталоги, например. Они все существуют или некоторые удалились, потому что лежали в темпе, их надо заново создать и так дальше. Есть много разных задач, которые решает операционная система внутри себя, и которые при классическом подходе каждый решается своим сервисом, своим набором бинарников или даже не бинарников, может, они там на шеле написаны. Потом все это обмазывается густой шелом вокруг, потом мы устраиваем некоторую загрузку, некоторую последовательность загрузки. Вот точка D-схема, про это мы в прошлый раз поговорили. Главный недостаток, собственно, этой схемы состоит в том... Их два. Один недостаток, главный, состоит в том, что на самом деле управление операционной системой, это не только вывод ее в штатное состояние и потом выключение. Управление операционной системой, например, включает в себя такую штуку, как... Давайте я подгляжу в планчик, ладно? Так. По-моему, я удалил то, что нужно. Обидно, но факт. Ну и ладно. Значит, а, это было в прошлый раз. Сейчас сделаем. И это было в прошлый раз. Управление операционной системой в себя включать, я просто немножко, немножко модифицировал планчик, потому что все равно Евгений его модифицировал, я решил немножко доделаться. Вот. Например, обработка изменения аппаратной конфигурации. Воткнули флешку, воткнули сканер, воткнули новый монитор. Я вот тут обнаружил, что если в этот компьютер воткнуть новый монитор, то у него внезапно вызовется программа настройки мониторов. Внимание, вопрос. Кто должен озабачиваться подобного рода проблемой, что у тебя появилась новая аппаратура, и эта аппаратура является монитором, и для обработки этого события нужно вызвать программу настройки монитора. Кто? Со всей очевидностью это дело операционной системы, по крайней мере, дело операционной системы предоставить такую возможность приложению. Понятное дело, что программа настройки монитора, она глубоко прикладная. Я даже попробую это сделать, вдруг получится. Ну-ка. Диньс. Вот мы вымельмем это. Вот мы его засунули. Не, ничего не произошло. О! О! Произошло! Кто на это должен отреагировать? Вот еще 10 лет назад ответ был очевиден. У вас есть графическое окружение, пускай оно парится тем фактом, что внезапно среди устройств вывода отключенных одно оказалось включенным. Разница понятна в чем. Там, если посканировать все возможные выводы видеокарты, один из них был деактивирован, стал активирован. Вот. И если вас много в комьюнити, скажем, вот в XFCE, то вы будете отслеживать изменения этого протокола, будете все делать. А если у вас мало, то вы не напишите такой, потому что вам есть более приоритетные вещи. Там, ну не знаю, файлуменеджер написать нормально. Вот. Понятное дело, что на самом деле этим должна заниматься операционная система, она не должна рисовать вот эти красивые картинки. Она не должна вообще думать о том, ну, разные изображения выводить на монитор или одно и то же. Вот. Вот это все прикладные функции. Но определить появление железяки, определить, кто отвечает за обработку факта появления железяки, и дернуть соответствующую программу, должна операционная система. Ну, очевидно. Вот. Другая картина, тоже очень важная. Предположим, у нас появился новый сетевой интерфейс. Ну, воткнули, ну не знаю, там, присоединились к Wi-Fi, воткнули USB-донгл с Wi-Fi, мы еще что-нибудь такое. Вообще говоря, все сетевые службы должны об этом узнать, а большинство из них, которые не умеют так просто себе в голове что-то менять, еще и перезапуститься с учетом того, что у нас теперь другой диапазон адресов есть, еще один, ну и так дальше. Кто этим должен заниматься? Окей, этим должен заниматься. Этим должна заниматься какая-то сетевая подсистема, да, которая занимается, собственно, определением того, как наш компьютер реагирует на сетевые взаимодействия. Прекрасно, но кто должен, откуда она узнает, что появился новый сетевой интерфейс? Этим должна заниматься операционная система, передавать такое событие. Вообще говоря, сетевая подсистема внезапно, оказывается, должна перезапустить какое-то количество системных служб, завязанных на сети. Упс. То есть мы опять приходим к необходимости не реализовывать саму логику обработки этого события, но реализовывать сам факт того, что событие есть и что от него зависят какие-то другие компоненты системы. Все это происходит не при только старте и останове, но еще и в режиме реального времени. Ничего этого нам система из шеллскриптов не дает. Второй главный недостаток, я сказал, что их два, состоит в том, что большая часть того, что... Никто. Напишите сами. Вот. И каждый там писал сам, да. Были все... А что драйвер устройства? Драйвер устройства делает, что ему скажешь. Да? Вопрос в том, кто будет прокидывать мостик между тем фактом, что устройство появилось, и к нему даже есть драйвер. И тем фактом, что какая-то программа может с этим работать. Может. Запустите ее, она будет работать. Кто запустит? И кто узнает, что ее надо запустить? Обычно все это делалось вручную. Подсоединили монитор. Вот помните, как я делал? Подсоединили монитор, я запускал там ГРАНД какой-нибудь, да, и начинал это настраиваться. Вот. А тут оно, видите, само запустилось. Ну, это такой слишком классический, слишком наглядный пример, на самом деле, и гораздо больше. Вторая проблема, связанная с оформлением сценариев, эта проблема, она, скорее, не проблема, а такая неприятная. Состоит в том, что большая часть действий, которые требуются от обычного сервиса, они однотипные. Например, при организации сетевого подключения нам нужно открыть сокет, забиндиться на сокет, сделать листинер, при появлении подключения, значит, запустить соответствующий процесс, сделать, чтобы он там делал, что там он делал. Уэйд, ну, короче, вот вся вот эта механика, любой сетевой сервер делает так. Очевидная идея написать один универсальный сетевой сервер, который будет это делать, а в качестве уикенда ему предоставлять какие-то на уровне протокола программы, которые просто читаются со стандартного ввода, пишут на стандартный ввод. Такая схема есть, и она давным-давно существует для классических Unix систем, но хотелось бы, опять же, этим управлять, хотелось бы, чтобы это было встроено в общее дело. Если у нас есть несколько, ну, допустим, несколько консолей или несколько сетевых подключений, то было бы неплохо научить наш, наш, вот этот вот, нашу управлялку запускать несколько экземпляров. Подключился один абонент к нашему сетевому сервису, запустился один экземпляр, подключился другой, получился другой экземпляр. Опять-таки, это сделано, но не всегда работает, ну, вернее так, не про все это может быть. Ну и так дальше. То есть, кто определяет права, с которыми запускается сервис? В случае Shell скрипта, видимо, там внутри Shell скрипта записано, с какими правами запускать. Если я возьму и прибью руками этот сервис, а потом руками его стартану, то, возможно, он запустится от рута. Плохо. Кто занимается складыванием диагностики в журнал? То есть, посылкой, скажем, на какой-нибудь удаленный сервер? Потому что журнал может и не быть на данном компьютере, мы можем посылать это по сети и там принимать. Если вы хотите этим озаботиться, пишите сами свою собственную программу, которая будет писать по специальному протоколу, там в специальный сокет, что-то такое. Кто обеспечит изоляцию от случайного доступа, ну не знаю, чтобы не прибили ваш процесс случайно вместе с процесс-группой, или чтобы мы там с терминала контрол-ц не послали. Сама ваша программа и так дальше, и так дальше. Короче говоря, все это делается, но все это требует дополнительных усилий от разработчика, и главное, практически в любом сервисе, который вы оформляете, эти действия все равно нужно производиться. Так почему уже не сделать нашу управлялку такой, чтобы она предоставляла эту возможность? А наш сервис в результате будет очень простой тупой программой. Вот. Еще один недостаток это скорость сценариев, потому что если ваш шелл-скрипт запускается один раз и в нем вызваны допустим 50 каких-то утилит, это 50 смен контекста. А если этот шелл-скрипт запускается несколько раз в секунду, то это будет уже тысячи смен контекста в секунду. В общем, да. Вот. Еще одна вещь, с которой с давних пор вот я с ней сталкивался на практике, это совершенно непонятно, а какие, собственно, процессы, если их больше одного, продел ваш сервис. Ну, потому что нет никакого способа вот сказать, так вот, убей мне, пожалуйста, вот эту программу и вот все остальные, которые она из-под себя запустила. Они есть, но их можно избежать. Сам процесс демонизации это и есть разрывание этой зависимости. Вот. То есть приходится складывать где-то какие-то специальные файлы, где написаны записаны идентификаторы процессов, которые надо впоследствии убить. Ну, в общем, очень неудобно. Не говоря уже о том, что на эту группу хотелось бы еще наложить, ну, не знаю, там, ограничения по потребляемым ресурсам, вот, чтобы она не выжирала 100% ЦПУ, например. Ну, что-нибудь такое. Ну, вот. Вернемся к сегодняшней лекции. Это было содержимое вчерашнее. Активно, я бы сказал, бешенными темпами развивающаяся управлялка системой, которая называется Систем-Д, она продлилась как раз из желания просто, да, я про главное не сказал, из-за чего все произошло. Все произошло из-за того, что вот эти шел-сценарии, они еще и последовательно запускаются. Вот. Сначала один, потом второй, потом третий. Было бы неплохо создать из них такое дерево зависимости, чтобы понимать, что, например, вот этот, 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 это служба. Можно запускать одновременно, они друг другу не мешают. А вот эту только после той. Вот. Так вот, значит, изначально штука, которая называется Систем-Д, управлялка системная, преследовала в большей степени именно эту цель. организовать параллельный запуск наших служб, для чего описать их функционирование в неком стандартном формате, вот, ну и тем самым, ну и как бы построить дерево зависимости, тем самым убыстрить загрузку системы, там, серьезно убыстрить. вот. Но довольно быстро стало понятно, что главная проблема даже не в скорости загрузки, а именно в том, что очень многие функции системы, изменение профиля системы требует централизованного управления. Логика этого изменения может быть доверена еще кому-то. Сам факт того, что у нас меняется профиль системы, должен обрабатываться кем-то одним. Вот это кто-то один называется Систем-Д, Вокруг него сейчас все еще не утихают бешеные споры, нужен он или нет. Я их кататься не буду, я попробую рассказать, зачем он нужен, зачем он не нужен, я думаю, вы услышите и так. Не в порядке, не в порядке значимости, но в порядке, как бы это сказать, который мне пришел в голову. Скажем, как решается в Систем-Д вопрос журналирования. Ваш управлялка Систем-Д это такой демон, настоящий демон, написанный на Си, принимающий все положенные сигналы, управляемый через сокет, по-моему. Вы можете под ним запустить программу, которая читается со стандартного ввода, пишет на стандартный вывод, а ошибки выводит на стандартный вывод ошибок. Прямо вот как найти СТДР, СТДАУТ, СТИН. И СТДР будет попадать в журнал, а СТДАУТ, СТДН обрабатываться так, как вы им скажете. Ну, например, подключаться по сети. Но главное, что СТДР будет попадать в журнал. Вам не нужно самому реализовывать протокол обмена информацией серым журнализацией. Вам не нужно, что это не написано, но это тоже важно. Вам не нужно, например, запускать, производить процесс демонизации. То есть, запускать процесс, отрывать его от запущенного процесса, закрывать терминальную группу, что-то делать с обработчиком сигнал, сейчас я уже не вспомню. Вообще, пишите программу, которая просто работает в онлайне. Прямо она запускается и работает. тем самым написание системной службы превращается в очень простую операцию. Вы можете на шеле ее написать в конце концов. Программу НОСИ, которая там вводит и вывозит. Вот. Разумеется, в системе есть понятие зависимость между между А давайте я вам покажу что-ли сразу. Я обещал сегодня пример приводить. Какой-нибудь вам. Нет. Какой-нибудь Пример какого-нибудь сервиса. Ну, не знаю. Ой, их тут много. Прям сервис. Ну, как Bluetooth. Нет, их тут два каких-то. Ну, на себе что-нибудь такое разумное среди этого всего есть. Авахи, кстати, да. Авахи это такой демон, авахи это такой демон, который реализует протокол ZeroConf. Когда вы не заранее договариваетесь, какие у вас службы в сети торчат, кто кому значит, где мушертизатор, а анонсируете этот факт. Вы говорите, а вот в моей машине есть служба там, не знаю, подключения терминального по секьюри-шал. И все вокруг машины через некоторое время это видят. То есть, они выполняют запрос, говорят, ну-ка, расскажите мне, выполняют там Авахи Броуз, отступление не от темы. Кто это у меня? О! У меня в непосредственной видимости есть два устройства. Есть какой-то Apple мобильный и есть еще с резолвом. Есть какая-то машина под названием Horde. Резолвер не работает. Да, резолвер не работает. О! Кто-то зашевелился и выключил. Вот. Ну вот. Значит, в других местах, ну там, в больших сетях такого побольше. Вот. Договариваться можно о чем угодно. О том, какие IP-адреса. Например, вы не знаете, какой себе присвоите IP-адрес? И присвоите первый попавшийся. И анонсируйте его. Вот. Или, допустим, можете зацвить сервопечати. Ну, короче, отступление от темы, на самом деле. Да, так давайте посмотрим еще раз, давайте посмотрим этот сервис. Что здесь написано? Как он называется? Requires это такая зависимость, да? Что должно быть еще в системе про сокет я сейчас расскажу. Вот. Тип запуска. Оу. Плохой пример. Давайте попробуем какой-нибудь пример, где попроще. Не, не надо ваншот. Надо просто сейчас, давайте так сделаем. Как простой тип симптом. Не вообще не пишется. Ну, наверняка пишется. ВПАС аппликант, ВВМ, графикал таргет, ММК Эждэ. Вот, вот как это бессмысленно, ММК Эждэ. Дайте мы посмотрим. Зато посмотрим, что это такое, а то я не знаю, что. Видите, что это было и почему оно так сделало? Да, description шикарный, конечно. Вот, смотрите, значит, запускаем нечто под названием ММК Эждэ. Вообще говоря, вот в это место еще можно было написать, где лежит документация про нее. Documentation равняется дальше ManPage, например, или URL. Вот, и тогда бы я увидел, что это такое, а тут, видите, обо мне не позаботились. Обратите внимание на его зависимости. Зависимость, говорит, что перед тем, как запустить HTTP-дема, мы после того, как у нас будет достигнут чекпоинт под названием network, контрольная точка network, target – это контрольная точка. То есть, про контрольные точки тоже расскажу. Type Simple – это означает, что это программа, которая просто запускается, работает, читается с стандартного вывода, пишет на стандартный ввод, на стандартный вывод ошибку вводит диагностика. Вот. она будет запущена с вот такими параметрами. Ну, да. Это переменные окружения, только передаются ей. Такие. Вот. Файл настройки. Если есть, есть, минус не помню, что означает. Да, если нет, ну, значит, нет. Питфайл зачем-то нужен, непонятно, потому что он его так убьет. Вот. И, наконец, запускаем вот это вот. Все. Кстати сказать, про нее также написано, что если у нас многопользовательская система, то она захочет, чтобы этот сервис был активирован. Даже если мы его руками не включали, вот, этот сервис может быть активирован, потому что его хочет другой сервис. Вот такое описание еще не означает, что наша вот эта программа запустится в системе при старте. Это всего лишь описание этого самого сервиса. Она может быть запущена при старте по трем причинам. Причина первая. Мы ее запустили руками, сказали что-то типа System.ktl.start. Вот эту ерунду. Вот. Причина вторая. Она была enabled, то есть она была запущена, она была помечена как активной системной администратором. Причина третья. Наша операционная система должна была при загрузке пройти вот эту контрольную точку, а значит втянуть и запустить, активировать этот сервис. Давайте посмотрим. Он, кстати, запущен. Похоже, что нет. Давайте посмотрим. Да, неактивная. Ну, давайте попробуем запустить ее. Ничего. А-а-а. System.ktl. Start. Не, ну, конечно. Может, она не запустилась. Да нет, запустилась. Смотрите. Вот она. Что? А, ну да. Пицца впадает. Все так. Вот. Мы сейчас продемонстрировали ситуацию, когда я запустил эту штуку руками. Я могу запустить, например, я могу и разрешить, например, System.ktl Янабли ТДЦ. Обратите внимание также, что в System.kt используется .d схема, то есть на самом деле у нас есть вот эти службы, а тот факт, что она нужна по запросу системный администратор на очередном уровне, потому что администратор сказал, это всего лишь символная ссылка вот вот сюда. Да? Значит, на уровень MultiUserTarget ее и инсталируют. Вот эта надпись Install Once It By MultiUserTarget означает, какой, когда мы ее разрешаем, на каком уровне она должна быть, на какой контрольной точке она должна достигаться. Вот. Давайте посмотрим, что у нас сейчас разрешено на уровне... А что я делаю? Почему она так делала? На уровне... О, тут, видите... Так, давайте. Вот. Как видите, при достижении картольной точки MultiUserTarget администраторам сказано, что вот эти службы должны подниматься ну, как бы, потому что он этого захотел. Некоторые другие службы поднимутся потому, что они нужны для того, чтобы эти службы поднимутся. Некоторые другие... Еще другие службы поднимутся потому, что они нужны для того, чтобы достигнуть MultiUserTarget. Ну, вот. Это относительно... Относительно... Относительно службы. Вот. То, что мы с вами посмотрели, это так называемый Unit File. У него довольно стандартный формат. По всему есть документация. Кстати, надо будет кого-нибудь построить, чтобы ссылочки на все маны туда попихать. Вот. И в действительности там довольно много всего. То есть я не хочу сейчас вдаваться в подробности, что MAN по Unit системдэшному юниту там примерно там 30 разных пунктов. Вот. А самих этих MAN-ов тоже штук 20. Вот. Но идея стоит в том, что вы здесь можете описать много разных параметров того, как запускается ваша служба. Например, вы можете вместо TypeSimple написать TypeForked. То бишь Forked. Forking. Forking, да. Это будет означать, что это такой классический демон, который демонизируется, форкается, работает в бэкграунде и отставляет после себя пит-файл. По нему-то и надо его... По нему-то надо с ним общаться. Ну, в смысле, например, если вы хотите его убить, то вот так просто уже убить его не сможете, но зато можно ткнуть вот этот пит-файл. Кстати, а тут есть... Это что ж такое? Что ж я такое запускаю? Нет такого файла. Это лишняя строчка в этой настройке. Потому что теперь у нас TypeSimple, нам пит-файл не нужен. Это лишняя строчка. Пит-файл обычно нужен для Fork-сервиса, когда мы их убиваем пальцем. Но в принципе, в принципе, и это вторая фишка очень удобная от SystemD. Нам вообще не нужно знать никакие пит-файлы. Потому что потому что каждый сервис у нас заворачивается в отдельную группу, да, контрол-группу. Видите? Вот, например, вот эта штука, их запустило четыре штуки. Но мы их можем все убить, все эти четыре процесса, если, скажем, вот этой контрольной группе умри вся. Вот. Сегруз это такая отдельная уже не очень новая тема про Linux, вот, которая в отличие от наследования процессов, там, один процесс породил другой процесс, другой породил третий, не доверяет самим процессам, вот сам факт знания, кто кого породил, да, это такой способ выделить специальное пространство, внутри которого процессы запускаются. Соответственно, если мы хотим убить все процессы, которые породил наш процесс, мы выдаем ему какую-то сегруппу, и он там внутри себя запускает, внутри этой сегруппы запускает какие-то процессы, снимается, вот. Ну, кстати, к вопросу об этой картинке, значит, если нам нужно просто выделить группу, внутри которой проконтролировать потребление ресурсов, то мы выделяем так называемый слайс, вот, и говорим, вот мы, значит, нарезаем наши ресурсы нашего компьютера на такие кусочки, и выделяем один кусочек данной группе процессов, дальше что хотите, то и делайте. Как видите, слайсы бывают вложенные, вот, вот, вот тут вот один большой, это сеанс работы, да, это сеанс работы пользователя, да, скоб, а скоб это что? Это пачка процессов просто, вот, это просто сеанс работы пользователя, о, какой большой, а это для меня запущенный, лично я зашел и от меня, значит, вот тут запущен, для запущенных систем D для меня. Мы к этому еще вернемся. А вот запущенные сервисы. Для них отдельный нарезанный систем слайс. И в этом систем слайсе разные сервисы позапускались. Кстати, о слайсах. Давайте посмотрим, что есть. Ну, вот есть такая штука. Она всего лишь описывает вот этот систем слайс, который мы запустили. Вот этот. Тут ничего интересного. Я вот машин слайс не видел, кстати. Да. У меня есть пример, по-моему, в лекции, что должно быть написано в слайсе. Вот. Вот пример слайса, в котором реально ограничиваются ресурсы. Перед тем, как все нужные слайсы запущены, у нас определяется слайс, у которого... Это что? Это я не знаю что, а вот memory limit 2 гигабайта. Короче говоря, внутри этого слайса процессы, которые запускаются, будут иметь вот такие ограничения. Что-то, какой-то скушарист, не скажу, ну и фигу с ним. Вот. Окей, вернемся дальше. Что еще умеет систем D? И так он умеет запускать, как вы видели, сервисы по тому, что они запущены руками, потому что они разрешены админом, потому что они требуются для запуска других сервисов. Вот. Может, конечно же, посмотреть вот этот статус мы с вами... Да? Посмотреть состояние. Может, упорядочить? Поскольку есть такое понятие, как зависимость, есть возможность построить дерево загрузки. Мне, кстати, никогда не удавалось найти статическую утилиту, которая это делает. До сих пор почему-то эта проблема не решена. Непонятно почему. Можно зато посмотреть, в каком порядке они стартовали. Какой-нибудь, ну, просто систем КТЛ, например. Вызвать. Ну, они все. Тут много. 142 штуки загружены. Вот. А как это дерево делать? Я не помню. Система для налайзи, что ли? О, налайзи – это страшная вещь. Он просто делает всему. Нет, со словом. Да, там много этих слов. Вот. 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 Она может нарисовать картинку страшную, как они запускались. Короче, нет. Ланнолайзи я не буду использовать. Запустите как-нибудь на досуге. Полюбуйтесь, какое количество статистики из этого всего можно выжать. Вот вам, кстати, еще одно выжать. Потому что вся эта статистика записывается, ее можно поанализировать. Например, если ваша задача, там, загрузить систему не за полторы секунды, а за 1,03 секунды, да, то вот это вот ваш инструмент. Вот. Но дело на этом не заканчивается. Про изоляцию я сказал. Про это я тоже сказал. Помимо, собственно, желания администратора и зависимости, и это, собственно, главное, почему на современном этапе стало не очень удобно пользоваться классической юниор-схемой, есть много разных событий, которые происходят с операционной системой, с ее объектами, которые требуют запуска, перезапуска и вообще обработки этих событий тем же самым способом, которым нас этим занимаются наши службы. Ну, самый примитивный. Создавать и поддерживать в порядке какой-нибудь каталог. Это юниты, которые оканчиваются на точке path. Ну, вот, например. Что там написано? Кубс – это подсистема печати для Unix. Common Unix Printing System. А! Для запуска этого самого подсистемы печати было бы неплохо, чтобы в War Spool Caps... Ну, Эль, поделась. Да? О, тут нет ничего. D звездочка. Там ни одного D звездочка я не вижу. А он вообще у нас включен? Может, у нас не включен? Да нет, работает. Ну, не знаю тогда. А вот это что? Оно же. Ничего не понимаю. Я не понимаю. Хорошо. Давайте почитаем. Part exists. А! Окей. Он должен всего лишь проверять, что он существует. И в зависимости от этого что-нибудь делать. Да? Он не обязан его создавать пальцами. А что же он тогда дальше? Ну, проверил. А! Проверяет, что он есть, и активирует соответствующий юнит. Вот. Только он ничего не делает. А, делает. Нет, ничего не делает. Тогда зачем он нужен? Непонятно. Ну вот, я думал, что... Он активирует сервис с таким же именем, кто в рефиксе. А! Окей. Если там... Короче, если туда что-то положили, то запускается кубс. Вот и все. То есть, вот, поскольку он называется кубс.пас, да? Вот этот вот. Вот этот вот. Кубс.пас. Вот этот. То есть, если образуется вот в этой файловой системе, в этом каталоге, объект, который называется D, а дальше что угодно, то активизируется сервис под названием кубс. Даже если он не запущен. Вы положили что-то в спул? Каким-то образом. Он туда приехал, и кубс запустился. Вау. Зачем это надо, не знаю. Ну, ок, круто. Что, печатка, надеюсь? Да, но откуда он там появится? А, какой-нибудь клиент сформировал этот самый... Да, ну, да. Так, а что еще есть? Ask password. А это, кстати, тоже забавная штука. Идея состоит в том, что... Мы можем запаролить вход, да? Вот. И дело в том, что вводить этот пароль можно либо в консоли, либо в графическом экране, либо еще где-то. И надо, чтобы все эти... Сейчас, а где он упас... А, вот. По самому факту этого пароля, вот этого файла. Если здесь что-то есть, не в той каталог... Нет, не буду объяснять. Я не знаю. А, шаттаун, конфликт... Нет, не могу сказать. Ладно, фиг с ним. С Копсом проще. Но, в принципе, идея именно такая. Да? По тому, что у вас появился какой-то файлообъект, он просто появился. Слава богу, в Линуксе, вот об этом мы говорили в прошлом семестре, есть системные вызовы, которые мониторят состояние файловой системы, могут смотреть появление новых объектов, могут смотреть изменения или работу над имеющимися объектами. То есть, это очень дешевая операция. Она реально ничего не стоит. Это не нужно висеть и проверять каждые полсекунды. Каждое изменение вызывает просто событие. Дело не в том, что эти изменения архивируются, а в том, что они отслеживаются, сам факт этих изменений. А дальше вы кого-то дергаете, это кто-то, это наш системный. Что у нас еще есть? Ну, давайте продебаснуть чуть позже, потому что мы сегодня явно про него не успеваем. Запуск события по таймеру. Опять, еще со времен ранних юниксов есть в составе любой юник-системы демон, который называется Крон. Название это Крон произошло от того, что американские программисты плохо разбирались в греческой мифологии, перепутали Крона. Это про Титан, отец всех следующих богов. Да, с Хроносом перепутали, все так. Демон, который ведает запуском служб по расписанию. Но, опять-таки, он совершенно отдельный. Что такое Крон? Это таблица, в которой прописаны программы, а чаще всего шелл-скрипты, которые запускаются тогда-то и тогда-то. Кстати, да, в такой день, такой час. Кстати, у нас, я думаю, даже он до сих пор используется. Минус... А, нет, уже не используется. Он используется для запуска регулярных... А это вот шелл-скрипты, вот эти Крон Хауэрли. И Ран Парс. Программа Ран Парс, да. А это каталоги, в которых лежат шелл-скрипты, которые будут запускаться. Но, опять-таки, это какие-то сценарии, не дай бог, они завязаны на инфраструктуру зависимости системных служб. Тогда, конечно, одним только сервисом, который просто тупо перезапускает сценарий, граничиться невозможно. И, да, у нас есть... У нас есть юнит, который запускается по таймеру. Ну, вот, например, юнит, который должен удалять время от времени временные файлы. Причем, обратите внимание, настройка этого юнита лежит не здесь. То есть, прикладные способности наших служб, которые мы запускаем, это не проблема системы D. Не хватало еще туда это втягивать. Мы просто берем и запускаем вот этот TMP-файл с точки D. запускаем нечто под названием SystemDataMP-файл раз в 15 минут. Нет, запускается сервис с таким же именем, который может что-то делать. А, ну да, да, да. Это просто манкнинул. А сервис называется SystemDataMP-файл с клим. Вот. А он есть такой? Да, есть такой. Вот он. А в сервис уже описано, что он делает. Спасибо, Кэп. Вот. Да? То есть, смотрите, запуск служб по расписанию завязан, считается однократным запуском, который запускается не по мгновению руки администратора, а по расписанию. Извините за тавтологию. И работает так же, как работают все остальные службы SystemData. Если тут будут какие-то зависимости, они будут разрешаться. Если там будут какие-то дополнительные свойства, они будут применены. Ну и так дальше. Вот. То есть, допустим, ну, не знаю, там, ну, ограничение по ресурсам наложить на этот таймер. Socket Activation. Так, 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 еще mount. О, mount. Вот, допустим, довольно забавная штука. Монтирование файловых систем. Казалось бы, сделал etcf.stab, как полагалось. Вот вам, пожалуйста, где, ну, табличка, где написано, что куда монтировать. Все хорошо до тех пор, пока эти файлы системы доступны прямо после включения кнопки питания. К сожалению, или, так скажем, мир усложнился. Помимо просто сетевых файловых систем, есть еще файлы системы, которые в действительности являются сетевыми, а мы этого не знаем. Какие-нибудь iSkise, какие-нибудь Fiber Channel, ну, что-нибудь такое. То есть, ну, как бы, это реально другое устройство. Для того, чтобы оно вообще заработало, нужно, там, загрузить какие-то firmware, например, или еще что-нибудь. Ну, не важно. Вот. Давайте посмотрим, есть ли у нас, есть ли у нас служба только .mount. Да до хрена. Если мы хотим присоединить флешку, происходит немножко другая картина, потому что это же временная штука. там нужно в нее залезть, нужно понять, какие у нее разделы, нужно сказать, какой-то софтине, которая будет нам показывать эти разделы, значит, чего ты из этого хочешь примонтировать, то есть, другая картина. В данном случае речь идет именно о работе самой операционной системы. Мы сейчас, например, на уровень не лезем. Например, каталог warrun, он, кстати, есть наверняка смонтирован, да? Slashrun только у нас смонтирован. Вот. Каталог Slashrun это очередная специфическая файловая система, ну, такая, необычная, в которой, которая на самом деле, это MPFS, я так думаю. сервей это просто каталог, в котором лежит всякий трэш для экспорта, по слову сервис. То есть, это то, что не входит в состав операционной системы, как правило, это всякие там, ну, что туда кладут? Да, веб там может лежать, файловые системы для экспорта там могут лежать, ну, короче, всякое. Вот. Вот, видите, они все, они все TMPFS, и там вот сам TMPFS, и дальше в нем еще будут какие-то подсистемы TMPFS. Короче говоря, это такой mount point, в котором мы наскоро монтируем разные кусочки. Да, например, питфайлы, туда кладутся питфайлы, да, сейчас, run. Не только, видите, там много чего. Короче, это временная файлная система для хранения временной информации, а также для временного монтирования этой временной информации внутри еще каких-то временных файлов систем. понятное дело, что вот это все временное-временное, оно очень зависимо от того, кто запустился. Сервер запустился, значит, каталог создался, появился, пользователь залогинился, специально для него создался каталог, в котором будут его пользовательские временные файлы, временные каталоги, временные mount point и все остальное. Вот. А пользователь разлагинился, эта штука удалилась. Вот вам, пожалуйста, как бы, довольно типичный mount. Причина, когда одного FSTAB, который при старте смотрит, недостаточно для того, чтобы обслуживать все запросы по монтированию и размонтированию. Вот. Ну, он где-то тут и должен быть. Вот, war run mount. Ну, кстати сказать, тут написано, что это bind mount, то есть, на самом деле, это просто... Да, если садика нет, да, это вообще не оно, да, на самом деле, вот. Только я его не вижу. Он, наверное, не mount. Он, наверное, сам. А? Он сам майнтирует, да. Ну, тут много всего, всякого, не знаю, warlock, где в HP, сесс, где вонки. термодебаг. Ну, не знаю, что-то такое интересное. Можно посмотреть в run systemd всякие на базе данных мы поставили скриндированные в mount. А они где? В... А, find them. Хорошо. Давайте посмотрим. В run systemd, да. Он там свои свои временные файлы. Ну, вот, mp, например, кстати. А, ну, вот, вот. О, очень-очень красивый, и спасибо systemd, что он сам сгенерил. Смотрите, это он, как бы, нам намекает, что не надо делать вот так, с точки зрения systemd. Вот так. То, что мы делали раньше вот так, можно сделать как? Можно сделать вон так, ну, бог с ним, ладно, TMPFS нужно один раз смонтировать и больше не нужно, поэтому, как бы, оба механизма хороши, да, но более хитрые штуки, которые нужны временно, а потом выключаются, оформляются вот так вот, как такой юнит, и дальше, значит, включаются, включаются тогда, когда им нужно. Вот. Сокет-активацию забыл объяснить. Сокет-активацию забыл объяснить. Значит, это довольно хитрая вещь, очень активно используется прям повсеместно. Смотрите, я уже говорил, что мы можем написать программу, которая реализует текстовый протокол, со стандартного ввода читает, на стандартный вывод пишет, собственно, прикладной протокол какой-нибудь службы, не знаю, HTTP. HTTP-сервер, который вот ничего не знает просить вообще. Вот. Ну, или не HTTP, какой-нибудь более простой. Потом оформить его как сетевую службу в Systemd. Systemd сам откроет этот сокет, на котором лежит эта служба. сам забинется к нему, сам будет принимать подключение, сам будет их преобразовывать вот этот поток, самый, что там, wait-receive в просто поток данных, сам будет преобразовывать выходной поток данных в Send и отсылать обратно. А мы будем писать только программу, которая будет содержательно обрабатывать этот поток. При этом мы вообще можем ее не включать, не запускать. Мы можем сделать как? Вот тут сокета как раз активации очень много. А, не рану. Да, в лип-системе. Ну, он тот же какой-нибудь LPD. Значит, что такое LPD? Это демон, реализующий очень старый протокол, классический униксовый протокол LPD для доступа к принтеру. Вот. Как это выглядит? Мы говорим так. Открываем тиспичный сокет на 515-м порту. Спуллер. Ну, короче, принтер, да? Вот. Потому что 515-й порт давно. Акцепт ест, что это значит. Это значит, что... Не помню. Можно посмотреть, можно посмотреть это мы сами. Системный сам вызывает системный вызов от сервиса. А, да. Когда, когда происходит подключение, он автоматом... А соните, только потом пробрасывает. Да, только потом пробрасывает. Совершенно справедливо. Так что этот LPD может прям так работать. Вот. А соединение отдает сервису. сервис. И это, кстати, сейчас про лягушечек тоже объясню. Вот она дает соединение сервису. Для этого запускается вот такая вот программа. Вводит она, у нее стандарт input внезапно из этого сокета. Под управлением... От имени пользователя LPD. Помните проблема, как кто должен менять и сбрасывать привилегии? Так вот, систем D сам выставляет эти привилегии. Вот. У нас осталось немножко времени, еще надо рассказать про пользовательский систем D, и на этом мы, собственно, закончим. Ну и ладно, что поделать. Ну, собственно, и все. Сетевое соединение установлено, обработчик этого сетевого соединения запущен. Кстати, что будет, если его нет? Ничего не будет, да. Он сбрасывает что-то делает с стандартным выходом. Да, он просто сбросит его и все, да. Вот. Обратите внимание на вот эту лягушку. Она означает, что этот сервис может запуститься в количестве скольких угодных экземпляров. Что? Параметрический, да. То есть, это означает, что их можно запустить много, и там будет несколько разных параметров. Зачем это нужно? Ну, в случае сетевого подключения очевидно. А если у нас много таких подключений, запустилось одно, потом второе, потом третье, и от каждого будет запущен инстанс такого сервиса, они будут отличаться друг от друга, ну, вот, там, номером, портом, в этом самом, вторым портом TCP-соединения, да. Ну, и так дальше. Вот. У нас таких подключений, кстати, таких параметрических сервисов сейчас запущено несколько штук. ну-ка. Ну-ка. Вот они. Для каждого пользователя запущен отдельный системный его собственный. Управляется это все юзер-сервисом одним. Этот юзер-сервис параметрический. У нас в системе сейчас как минимум два пользователя. я и пользователь, от лица которого запускается логин-скрин. Ну, нет, рутажа его запускается. Это же будет какой-то пользователь системный, с правами которого запускается логин-скрин. Этому системному пользователю выдаются очень ограниченный набор прав, ну, например, проверять пароль. Вот. Ну, и логиниться в кого-нибудь. Я даже скажу, как он называется. Он называется LightDM. Давайте посмотрим. Я был прав. Вот. Вот их двое. Да? Вот. Вот экземпляр для пользователя LightDM и где-то там в конце был экземпляр для пользователя George запущен. не George, а Python. Не вижу. Не вижу. Что? А, 500, да. Он не пользователь Python. Вот же он. Все правильно. Он не знает ничего про пользователя. Он знает только про Azure ID. Есть ли 500 сервис? Вот. И это нас наводит на мысль. Это то, о чем я еще хотел сегодня рассказать. Да, давайте посмотрим, как это выглядит в как выглядит сериализуемый параметрический сервис. Ох, тут много. Вот он, юзер-сервис. Вот мы на него сейчас смотрели, да? Вот так и выглядит. запускаем для каждого свой собственный систем-д. Процент-и это собственный идентификатор пользователя. Отрезаем для него слайс, чтобы можно потом ресурсами этого слайса управлять. Вот. У этого слайса, ну, например, можно ограничить количество, бесконечностью ограниченное количество процессов, которые можно запускать. Вот вам, пожалуйста, параметрический сервис. Ну, давайте еще что-нибудь найдем, какой-нибудь параметрический сервис. Не сетевой. А не сетевой, ну, например, вот этот, да? Что? А он не сетевой в том смысле, что мы воткнули железку и у нас обнаружилась карточка. Мы для этой карточки запустили Wi-Fi на ВПА с поликаном. Вокнули вторую Wi-Fi на карточку. Нам нужно второй запустить сервис. Вот поэтому он параметрический. Ну, или там для консольки, например. Про Кубсу можно смотреть. Консолька. Где консолька? Где-то, да? Вот оно. Почему-то у меня сегодня такая штука возникает. А, вот почему. Все. Просто запускается... А, нет, большой. Ну, короче, это несколько линукционных консолей. На нулевом, на первом экране, на втором, на третьем. Их много. Служба одна, она, очевидно, сервис, ну, как бы приметризуемая. Ну, вот. Так. Не осталось совсем времени. Что-то... Какой у нас был пример пользоваться систем ДР? Пульса не надо. Пульсу мы пишем. Тоже не надо. Это тоже звук. Что-то там было простое. Хорошо, давайте так. Поскольку времени у нас совсем нет, я пошлю просто на страничку. Тут Арсений нашел человека. Не вижу. А вот то, что ты мне пересылал. Примеры, да? А, вот, пример. Ага, вот это. На страничку человека, который просто не поленился, на гитхаб выложил написанные им всевозможные пользователи. Это службы, которые запускаются при логине этого пользователя в систему. Вот вот отсюда они растут. Сейчас покажу. Вот отсюда. Это уже мой систем D, который будет запускать какие-то мои службы, которые я сам зарегистрировал. Причем их можно класть в разные места. А, пульс надо показать, она запущена у нас или нет? Тогда не буду, потому что это звук, который мы пишем. Вот. Ну, давайте посмотрим что-нибудь такое. Сыхоаген, да, довольно очевидно. При входе в систему запускается сыхоаген. Это штука, которая подкладывает ключи при установлении сыхо-соединений. Почему это нужно делать руками в каких-то странных местах? Я видел страшные поделия на Шелле, которые проверяли, как-то залоги... Вот же. Создали, создали каталог, на всякий случай, если его нету. Запустили агента с... Не помню. Танта-тайм-директория. А, да-да-да, это временная директория, вот там, ТМП, временная директория, та самая, слэш-ран. Да? Приписали ему, что у нас... Где у нас соки-то открылся? Нет, для всех сервисов от пользователей запущенных выставить такой упор. Да, да-да, что соки-то лежит здесь. Все, запустили сахоагенты. Вышли, убили сахоагенты. Все. Дайте что-нибудь еще посмотрим. Какой-нибудь... Но надо еще отметить, что юзер-менеджер спускается только один раз для конкретного пользования, а именно для каждого сессии. Ну, разумеется, да, это именно он, да. Если вы второй раз зайдете где-нибудь еще, вам по второму разу это не запустится. Вы пользу тем же. Юпитер, я не знаю, что такое. Это этот самый, записная книжка какой-то математической страшной штуки, типа сада, типа сейчи. Тмукс. А что такое Тмукс сегодня у нас? Ну, Тмукс, я знаю, что такое. Тмукс? Это этот самый, это то же самое, что скрин. Тут же запускается одна сессия этого Тмукса, чтобы можно было туда зайти и там работать. Каждый раз ты логинишься, у тебя запускается Тмукс. Значит, Тмукс – это вот что такое. Это такой терминальный доступ, такой виртуальный терминал, который никогда не исчезает. То есть, ты разлогинился, ушел, а он лихит. Вот, ты залогинился, скажи так, восстанови мне сеанс, который был. Продолжаешь работать. Я, например, так сейчас борюсь уже не первый месяц с LibreOffice на новой архитектуре. Я его собираю, он падает. Я поправляю ошибку, собираю, он падает. Я ушел домой, предподключился, открыл тот же самый терминальный сеанс, продолжаю дальше работать. Отключился, приехал на работу. И чтобы это происходило автоматом, запуск таких сеансов, вот, пожалуйста, сам Тмукс, а там еще есть какой-то цивилизуемый у него. Какой-то сэшн-специфик. Ох, мама, нет, это я уже не знаю, зачем ему. Ладно. Ой, просто икс, просто, просто икс-терм запускается. Это вместо икс-терм, это не торце. Смотрите, не знаю, говорил ли я или нет, кто контролирует, кто управляет запуском всех икс-клиентов. Но раньше это было как? У вас был такой шелл-скрипт, в котором было написано, какие икс-клиенты запускать. Еще есть-то куча каталогов, в которых написано, каких икс-клиенты запускать, еще чего-то. Ну, в принципе, это все можно делать через СистемД. Вот этот человек делает все через СистемД. Он запускает даже терминалец, вот такой примерно, как обычный, обычный, этот самый, сервис, simple, запустил. Restart all is, то есть, если вы вышли из терминала, он снова запускается. Ну, кстати, а можно это куда-нибудь положить? Ну, и запустить его. И на этом мы закончим. Так мы, по-моему, напишем место уркс-вт-экс-терм, например. Куда? Там просто не уркс-вт, а уркс-вт-д. А-а-а, там демон какой-то. Д. Ну, ладно, тогда не знаю, что такое уркс-вт-д. Тогда не буду, не буду... Нет, хочется что-нибудь все-таки сделать. Что у нас там было? МПД? А, МПД тут есть? МПД тут есть. Дэнс. Не, ладно, не настроен. Блин. Ну и что? Не найдем пример хорошего? Х-бин-кис. Камера не забыл. Не найдем хорошего примера. А жалко, было бы, конечно, интересно показать. А? Да ну, откуда я возьму этот катарин? Ну, вот просто... Вот эта вот штука просто... Мы, к сожалению, не сможем ее проверить. Просто при заходе в графическую систему запускается вот эта программа. Вот, кстати, самая простая. А это что? Нетсешн. А, это его какой-то... Это что-то еще, что-то, что ему нужно. Нетсешн. Так, нетсешн. А, понятно. Ничего ему не нужно. Ну, ладно. В общем, скажем так, давайте мы не будем сейчас экспериментировать, потому что у меня не готово. Если очень надо, я могу как-нибудь показать, подготовить такую штуку, показать. Но, в принципе, вот этот набор сценариев достаточно неплохо показывает, для чего и как это используется. На чем я предлагаю закончить, это уже и так вывел слишком много времени. Значит, в следующий раз у нас тогда разговор про одну вещь, которую мы сегодня опустили. Это про межпроцессное взаимодействие, которое имеет отношение к управлению системой, но большей части оно имеет отношение к управлению приложеньками в, собственно, самом нашем Linux. Туда же, наверное, пойдет разговор про всякие стандарты, связанные с десктопом, как они поддерживаются, как они не поддерживаются. И мы уже приближаемся к концу. У нас будет шестое и тринадцатое. Двадцатого уже не стоит делать. Наверное, лекция. Или можно? Наверное, можно. Ну окей, ближе к двадцатому поймем, что мы хотим. Вот. На чем всем спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok